которые являются лидерами в поиске работы и сайт работы и и сайт ворк весь кто слышал про эти сайты супер полтора года назад сайт работы ей он доля рынка была примерно процентов 10 то есть на самом деле и чары когда говорили про этот сайт ну еще размещенного на работе ей посмотрим посмотрим может быть вряд ли то что то будет нужно разместить и полтора года назад сайт работы вей для себя определился с вопросом что на самом деле не продают то есть иными словами в каком бизнесе они находятся они для себя определили то что они находятся в бизнесе по поиску возможностей что они продают не просто пацан и на новой работе не просто размещение вакансии и просто функционал разместись у нас на сайте ли там надею на сайте у нас работу потому что работая но это не очень они нашли такой эмоциональные эмоционального стройку как возможности и начали с ней с ней работать и распаковывать за полтора года за полтора года они выровняли долю рынка наверное процентов сейчас отношения 40 на 60 благодаря тому что они ядром идеи определили что они продают продают возможности они продают просто работу потому что если мы говорим все за что я знаю здесь про пермиду масло услышали наверняка есть такая у нас в 10 такая шутка что это был не масло маслов и он родился и вырос в одессе они просто поднялись по пермиде масло не на первые два этажа она последние три то есть больше больше к самореализации про возможности не про процесс работы работа до больше ближе к самореализации взяли эту идею за ядро и начали распаковывать начали говорить про возможности не просто про процесс про работу как таковую а про возможности то ли сейчас примерно процентов на начали говорить не про себя про человека на то есть вы на видео вы на видео наверняка видели а можно видео посмотреть с первой минуты отмотать немножко до конца посмотреть чтобы люди понимали уже финальную версию ну вот где-то отсюда еще давайте досмотрим чтобы у нас уже был завершен завершенный гештальт да пусть и кращи стоп чему не зараз чему не ты не шукай работу шукай можно и постели улюблено справа а не с девятой до шостою роби свое и роби це добре пробуй влашай пробуй еще заробляй більше планы сменюй планы розвивайся героями мы с героями собою ну вот это пример когда они взяли одну одну идею что что мы продаем на самом деле мы продаем возможности мы не продаем просто тупой функционал по поиску работы мы продаем возможности берем эту идею в ядро и начинаем ее распаковывать на функциональном эмоциональном и ценностном уровне и вот пример что получается за два года не выровнялись вот не серьезно казалось бы очень простой вопрос ответить чем на самом деле мы занимаемся потому что ты нас наша работа там 80 процентов нашей жизни что же чем же мы занимаемся что на самом деле мы продаем казалось бы очень простой вопрос но на самом деле не все так просто сайт по поиску работы он на самом деле продают возможности что еще мебельная компания если мы немножко хочу примеров набросать а потом уже этих механики создания этой гипотезы сайт по поиску возможности продают сайт по поиску работы продают возможности ставят мебельные компании они продают если мы говорим про те компании которые уже в новой логике пошли сейчас на самом деле очень интересное время я считаю мир трещит по швам и вступает в силу уже новое время и правила пошива покроя упаковки нового времени правило покроя упаковки старого времени это принципиально разная история не тот кто чувствует а чувствует буквально ну единицы компаний в каждой категории просто мы это видим те очень серьезно отстаиваются и захватывать позиции кто-то они чувствуют они чувствуют растерянность говорят ну вот что-то не работает нас не понимают и так далее если мы говорим про алкоголь про шампанское то вся категория продает шампанского находится в авторитарном авторитетном технологическое ностальгии то есть они продают оборудование продукты говорят какие они инновационные там про ностальгию прав 3 от бренда какие они классные а есть про такой как моренго которые сказали что мы на самом деле продаем радость настроение и за четыре года они стали лидером лидером категории продают больше всех потому что они взяли то есть историю с настроением помните перед первыми до масло 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 да то есть они просто ушли из первых двух этажей на последние три что мы продаем настроение распаковываем эту свою историю так же что очень важно чтобы вы не ставили в ядро упаковки вставили клиента его мотивации его желание его потребности они они сухо они только свой продукт потому что сейчас то что происходит астана одна из основных ошибок это продукта центричность то есть берут вставят продукт в центр и говорят только о нём вашим клиентам все равно какие вы классные ваш клиент сам хочет стать классным помогите ему в этом если он хочет стать классными нужно про транслировать его мотивацию его желание его более а не говорит только я я я я я наш продукт наш продукт наш продукт наш инструмент Не очень интересно, когда, ну, вспомните, вы где-то на вечеринке находитесь, и человек говорит только про себя. Ну, с таким человеком не очень интересно общаться, наверное, правда? Клиентский результат на самом деле все определяет. Если мы говорим про сайты поиска работы, мы ищем через этот сайт на самом деле возможности. Если мы говорим про шампанское, финальный результат шампанского – это настроение. Если мы говорим, например, если говорить про такое, вот, я так понимаю, здесь там есть наука и технологии. У нас был в Одессе клиент, компания, которая занимается разработкой CRM-систем для стоматологии. И вот интересно, интересно, вот, что на самом деле они продают, да? Они же не софт продают. Софт – это лишь процесс. Это вот одна единица процесса для большего успеха клиента. Они на самом деле должны продавать и быть в бизнесе построения систем сервиса. Потому что кто такой успешный стоматолог? Их клиенты – это стоматологии. И они помогают стоматологиям быть на новом уровне. Если быть на новом уровне, то на каком? Успешный клиент – это тот, которому возвращаются, которого рекомендуют, которого уважают, у которых отложены все процессы. И тогда эта компания должна помогать стоматологиям выстраивать клиентский сервис, а не просто продавать одну единицу процесса – это софт. Потому что софт – это всего лишь инструмент. Вы как? Вы понимаете, о чем я? Я не сильно улетел в космос. Как вы? Скажите что-то. Кивните. Супер, спасибо. Это очень важно. Основная ошибка – это ориентация вокруг продукта. То есть я-я-я, наш продукт, наш продукт, наш продукт, но ни слова и функциональный язык ко всему еще, и ни слова про человека. Ну, представьте, опять же, это метафора. Вы находитесь на день рождения, либо на вечеринке, и человек говорит только про себя, и только цыплет техническими функциональными терминами. Вряд ли вам будет с таким человеком интересно общаться больше там минуты, двух, трех. А сейчас мы все воюем за внимание, за внимание нашего потенциального клиента. Если мы говорим про внимание, сколько вы так внимания на себя продержите на вечеринке, говоря только про себя, и говоря только функциональным языком, который понимает там вы еще ваш коллега. Ну, там несколько минут. А если мы говорим про презентацию в интернете, либо про сайт, это вообще там счет пойдет на секунды. В лучшем случае на секунды. Есть механика создания упаковки, или там механика создания бренда. Это один из ключевых слайдов на самом деле тоже. Я вам всем советую либо сфоткать, либо записать. Потому что, нарушая эту механику, люди испытывают потом большой некомфорт и определенные симптомы. Есть еще стыд, получается, три блока. Это выявить смыслы, второй блок запаковать смыслы, третий блок донести смыслы. Донести это уже про технологию. Видите, там значок фейсбука, инстаграма, различных каналов коммуникации. И ошибка многих компаний в том, что они пропускают первый блок выявить. А что же, в чем кроется первый блок выявить? Ответит на вопрос, а в каком бизнесе я нахожусь. Что я на самом деле продаю? Это вот как знаменитый пример. Нужно продавать не дырки, не дрели, а дырки в стенке. Но, казалось бы, очень простой тезис такой, но на практике я вижу, что 98% компаний все равно продают процесс ориентацию, а не результат ориентацию. Так вот, первый блок состоит из того, что нужно ответить на вопрос, а в каком бизнесе я нахожусь. Что на самом деле я продаю? Нужно понять, какой эмоциональный окрас я заложу в свою презентацию, упаковку, сайт, в свой ключевой носитель, который будет пересекаться с вашей аудиторией. И потом уже только переходить в технологию, то есть делать дизайн, снимать видео. Потому что зачастую мы сталкиваемся с тем, что нам какую-то суть нужно дать, когда мы начинаем делать презентацию, дизайн. То есть мы сразу начинаем идти в форму, не понимая, что же мы в эту форму заложим, что же мы там напишем. Мы начинаем только думать, когда дизайнер спрашивает, а что там написать. Потому что наверняка у ваших проектах будет одним из ключевых носителей. Это сайт, это презентация, там в PowerPoint, либо в Keynote, там на 30-40, там 100 слайдов, не знаю. Вот это вот, это уже является носителем, это уже является упаковкой. Но что в эту упаковку, в этот дизайн, какую суть, что же там написать, что туда дать, это как раз за это отвечает первый вопрос и первый блок. И в этом блоке есть ответ, вернее вопрос, в каком мы бизнесе находимся, в котором мы сегодня с вами о нем говорим. Еще важно очень, что фокусируясь на финальном результате клиента, сейчас время очень быстро и технологии очень быстро развиваются. Приведу пример, допустим, спивной категории, там сейчас очень популярно стало там крафтовое пиво. Кто-то раньше сказал про эту технологию и начал ее за собой столбить, кто-то позже. Но эту категорию крафта, ее выжгут за год, за два, это тот, кто позже зашел и начал об этом говорить, он инвестиционно достанет очень мало над тем, кто раньше зашел и начал это распаковывать. То есть, а если мы фокусируемся на финальном результате для клиента, и вот я здесь люблю очень приводить пример шампанское моренго, у которых нет никаких технологий, у них все на аутсорсе, у них нету своего производства даже, но они сделали хороший, крутую упаковку, они понимают, что они продают настроение, они исходя из этого строят коммуникации, им какие-то технологии. Они ушли от функционального языка, они перешли на язык эмоциональный, и неценностный. То есть, нам нужно определиться по маслу, что, по-переди маслу, что же на самом деле мы продаем. То есть, мы продаем не свой инструмент, не там безопасность, технологичность, потому что гигиенический уровень, это первые два этажа, а подумать, а что же мы продаем критериями результата, и подумать, посмотря на... Сейчас я чуть пролистаю. Совершенно, видите, разница подходов. То есть, первые два этажа – это база, а нам нужно подумать, как же создать восхищенного клиента. Это вот, за это отвечают следующие три этажа. И нужно думать в эту презентацию шо-организаторов, чтобы они вам ее отправили, чтобы она у вас была как гайдлайн, наверное, по подготовке к презентации, к упаковке ваших проектов, потому что вы сможете пролистать, посмотреть, вспомнить, освежить себя. На самом деле, нам нужно просто сместить фокус и уйти от фокусировки на первых двух этажах и найти, и пытаться найти гипотезы, ответов, что же на самом деле мы продаем, исходя из последних трех уровней. Сейчас, на самом деле, очень интересное время. Хотел показать этот слайд. Он тоже один из самых ключевых. О том, что время диктует нам определенные новые подходы в формировании упаковки, бренда, восприятие компании. Это то, что и оно, получается, делит проекты компании на два типа. На проекты продукты нового времени, на проекты продукты старого времени. В чем же отличие? Продукты бренды нового времени продают результат. То есть, не понимаю, в каком они бизнесе находятся. Продукты старого времени все-таки продают инструменты. Они будут про сухой инструмент, про функциональный язык. Бренды нового времени говорят эмоционально, эмоциональными ценностным языком вы наверное это прочувствовали в ролике работаю и правда вы ведь прочувствовали это в ролике спасибо бренды нового времени говорят в ядре человек в центре человекоцентричность в центре человек его мотивации желания а не а не эгоцентричность какие мы классные как у нас продукты я я я я я то есть сначала нам нужно помочь людям стать классным то есть сначала сказать говорить про желание мотивации людей а потом уже про себя какой какой я и как я этому помогаю потому что сейчас я вижу ну правда в какую категорию мы не зашли бы мы видим что ситуация обратная что я я я я я какие мы классные офигенная команда профессионалов там на 10 лет на рынке сервис качество индивидуальный подход там динамично выживающая команда профессионалов лучшие цены ну то есть одно и то же одно и то же только про себя и кто совершит этот переход кто поймет что на самом деле мы продаем какому бизнесе находимся кто начнет говорить эмоциональными ценностным языком тот кто поставит человека в центр его мотивации потребности они про они просто свой продукт то будет компании продуктом проектом нового времени нового типа и я считаю что сейчас удивительно интересное время потому что сейчас в каждой категории ну ну дай бога не чтобы там 12 игрока были которые соответствуют правилам покроя пошива нового времени собственно потому мы с командой переехали с одессы потому что мы видим что буквально несколько компаний понимают эти правила пошива то есть на самом деле в это вот идея ядровая да которая когда мы вырабатываем гипотезу что мы продаем на самом деле она является тем ядром которые распаковываются из и на этом строится весь клиентский сервис весь весь имидж бренда вот это очень важно стоит видите в ядре есть идея или это написано и ds вот этот красоте когда мы в ядро вставим что мы продаем настроение или или мы в ядро ставим что мы продаем из на не просто сайт по поиску работы мы продаем возможности ставим это в центр вот смотрите и дальше у нас есть ценности миссия маркетинг клиент продукт то есть это все дальше распаковывается в каждый из блоков приведу пример у нас есть клиент из категории пластической хирургии как вы думаете пластический хирург в каком бизнесе находится что он продает на самом деле вот давайте вот немножко под конец упражнений красоту взгляд внешний вид мечту вы прямо наверное после моего выступления очень хорошо проникли с темой очень близко потому что вся категория продает вся категория выглядит и говорит как пластические хирурги функциональным языком это ярмарка тщеславие только лишь про себя я я количество операций наград и все остальное если мы говорим и если нам нужно определить в каком бизнесе находится пластический хирург нам нужно создаться а в чем же успех его клиента и по перемене мостов подняться на первое на последние три этажа они просто на первое два для чего же делает женщина девушка операцию она делает операцию чтобы стать увереннее и чтобы благодаря этой уверенности у неё приняты вались новые возможности представьте что мы когда мы определяем ядро ставим что возможности и уверенность а не просто я я я ярмарка тщеславия и пластическая хирургия у нас все меняется у нас меняется упаковка виде маркетинг это одна из частей у нас меняется там клиника там дизайн клиники он не будет похож на на клинику потому что девушки а он будет только как волны с курорт на берегу моря четыре этажа куда девушка или женщина приезжает на три дня просто отдохнуть и преобразиться у нас сервис у нас упаковка продукт бизнес-процессы все меняется то есть мы уходим от красного океана где рубятся все пластических хирурги в ярмарке числами и мы уходим совершенно в другие вещи не функциональный язык про себя а больше эмоциональные ценностные и тогда конкурировать с нами достаточно тяжело и когда люди не понимают правила пошива они пытаются копировать этих людей которые их понимают и стыд такие продукты и сервисы но они копируют они не понимают что же там под что же там внизу айсберга тут на этом стадии пример на этом стадии примера больше мировых компаний то есть есть локальная компания есть национальная компания есть мировые компании то есть я сейчас оперировал примерами национальных компаний некоторых локальных компаний и я подобрал для вас примеры мировых компаний для того чтобы... Ну, я не хотел начинать просто с мировых компаний, потому что там, где Uber, где мы, где Disney, где мы, да? Ну, как бы, немножко разная история. Но это работает как на уровне мира, так и на уровне страны, так и на уровне регионов. Вот тут пример Disney, что Disney продает не просто аттракционы, Disney помогает пощекотать маленького человека в каждом. Да, то есть, исходя из этого, вот это их ядровая идея. Исходя из этого строится все. Если мы говорим про Uber, это мобильность, а не просто такси, да? И потому Uber, когда ставят в центр мобильность, эта идея распаковывается по всем направлениям. Пример Nike и Adidas. Вот напоследок, я так понимаю, у нас уже несколько ему досталось. Nike и Adidas. Nike продает раскрытие латентного спортсмена в каждом. Он коммуницирует, исходя по маслу, из последних трех пирамид. А Adidas, он просто продает функциональную историю. Разница в капитализации, там по-моему, раз в пять капитализация компаний Nike и Adidas отличается. Потому что тем говорят про самореализацию, а те говорят просто про процесс. Так. Погибай за свою компанию. Важно, строят гипотезу, помнить про маслоу, про эту пирамиду, что нам нужно просто поменять подход, не говорить, потому что удовлетворение клиента, это прошлый век. То есть нам важно понимать, в чем успех клиента, а в чем успех клиента, нам нужно смотреть на пирамиду мостов и просто брать листик, там, А4, либо в блокноте у себя и писать разные варианты идей. Вот как вы сейчас хорошо сгенерировали разные варианты мне по пластической хирургии, так же самое нужно вам внутри команды просто сесть и не критикуя, привести в мозговой штурм, когда каждый говорит. Продолжение следует...